Ладно, в общем, давайте начнем. У нас сейчас будет тема равномерная непрерывность. По ней будет задачка, скорее всего, в экзаменационной работе. Ну, многие эту задачку считают теоретической, но давайте попробуем как-то распознать в этой теоретичности задачи какие-нибудь алгоритмы. Ну и научимся решать все эти задачи на равномерную непрерывность. Ну, сначала определение. Говорят, что f от x равномерно непрерывно на некотором множестве e, если для любого epsilon существует delta, так что для любых x' x2' принадлежащих множеству e, таких, что модуль x' минус x2' меньше delta, выполняется модуль f от x' минус f от x2' меньше, чем epsilon. Ну, короче говоря, функция не особо резко скачет. То есть если x' минус x2' не шибко большое, то f от x' минус f от x2' тоже на бесконечность не улетает. Вот. Хорошо. Что мы видим? Мы видим слово непрерывность, да? Ну, только равномерная непрерывность. Ну, наверное, это как-то связано с непрерывностью на множестве. Хорошо. Ну, как же оно связано с непрерывностью на множестве? Давайте вместо x2' возьмем какую-нибудь точку x0, фиксированную из нашего множества. Ну и что получается? Получается, что модуль x' минус x0' меньше delta, модуль f от x' минус f от x0' меньше, чем epsilon. То есть мы получаем просто определение непрерывности, если зафиксировать x'. Хорошо. То есть какой мы отсюда можем сделать вывод, утверждение? Всякая равномерно непрерывная функция является непрерывной. Если f равномерно непрерывно на множестве e, то тогда f непрерывно на e. Так, хорошо. Ну, на самом деле ничего особо хорошего в этом нету, но непрерывность мы и так исследовать умеем, вот. И как-то получить равномерной непрерывности непрерывность, ну, нафиг оно надо, казалось бы. Но здесь сработает следующее. Если функция не является непрерывной, то получается, что она уж тем более не будет равномерно непрерывной, да? То есть из этого утверждения таки можно вытащить очень полезную штуку, как исследовать на равномерную непрерывность. Ну, очень просто сказать, так она же не непрерывна, да? Значит, она уж тем более не равномерно непрерывно. Вот, значит, для доказательства отсутствие равномерной непрерывности. Равномерной непрерывности. Ну, например, сигнум x, да? Все мы знаем, что сигнум x – это ступенька, да? Вот. Если нас просят исследовать ее на равномерную непрерывность, мы говорим, ну, она не равномерно непрерывная, потому что она не непрерывна в точке 0. Ну, естественно, имеется в виду, если исследовать на равномерную непрерывность на каком-нибудь множестве вокруг нуля, там, отрезок минус 1, 1, да? Например. Так, хорошо. Ну, встает закономерный вопрос. Давайте даже это не утверждение будет, а теорема. Закономерный вопрос. А как насчет в обратную сторону? Возможно, всякая непрерывная функция на множестве является равномерно непрерывной. Может, это вообще одно и то же? Ну, оказывается, не совсем. Это все-таки не одно и то же, как мы можем видеть. Потом примеры у нас будут. Но все же, если функция непрерывная, не абы где, а на отрезке, то тогда она будет равномерно непрерывной. Если F, это называется теорема Кантера. Кантер и тут постарался. Если F непрерывно, непрерывно на отрезке AB, то тогда F равномерно непрерывно на AB. Таким образом, если нас спрашивают, будет ли синус непрерывным на отрезке от 0 до 47, мы говорим, да, конечно, по теореме Кантера. Так, окей. Ну, теперь давайте по традиции, по определению докажем в квантерах равномерную непрерывность какой-нибудь функции. Ну, например, давайте синус x. Итак, исследовать F от x равную синус x на равномерную непрерывность на R. Ну, в скобочках по определению. Хотя непонятно, как не по определению, давайте по определению в общем сделаем. Ну, начинаем с чего? С того, что выписываем неравенство, как всегда. Пишем модуль синус x штрих минус синус x два штриха. Ну, в принципе, декательство примерно такое же, как для непрерывности. Расписываем разность синусов. Это два косинуса суммы, полусуммы, на синус полуразности. Ну, и не забываем все-таки оставить модули. Дальше мы говорим, что косинус меньше одного. Меньше либо равно, чем 2. Модуль синус x штрих минус x два штриха пополам. Дальше мы понимаем, что нам нужно это подогнать каким-то образом к модулю x штрих минус x два штриха. Ну, и вспоминаем, что у нас есть очень крутое волшебное неравенство, что синус x меньше x. Давайте его применим. Меньше либо равно, чем 2. Модуля x штрих минус x два штриха пополам равняется x штрих минус x два штриха. Отлично. То есть, значит, эта штука должна быть меньше эпсилон. В каком случае эта штука, то есть, эта штука меньше эпсилон? Ну, в случае, если дельта равно эпсилону. Да? Меньше эпсилон при дельта от эпсилона равно эпсилон. Ну, супер. Значит, таким образом, для любого эпсилона существует дельта, которое мы нашли такое, что для любых x штрих и x два штриха ну, мы не пишем принадлежащим некоторому множеству, потому что они принадлежат r, да? То есть, этого ограничения тут нет. Таких, что x штрих минус x два штриха меньше, чем дельта выполняется модуль f от x штрих минус f от x два штриха меньше эпсилон. Ну, следовательно, f от x синусу x будет равномерно непрерывной на множестве r. Ну, вот, по определению все очень просто. Ну, конечно, на экзаменационной работе вряд ли нужно будет по определению доказать, что функция равномерно непрерывна. Вот, но определение дело полезное. Ну, давайте по определению еще что-нибудь докажем. По определению мы будем преимущественно доказывать, что функция не равномерно непрерывна. Вот, ну, давайте еще что-нибудь равномерно непрерывное докажем. Давайте докажем, что f от x равное один на x равномерно на множестве от а до плюс бесконечности где а больше ну в принципе то же самое давайте тот же алгоритм быстренько провернем народ у вас какие-то вопросы остались по этому номеру нет точно хорошо так рассматриваем модуль x 3 минус x 2 штриха конечно же мы приводим к общему знаменателю x 2 штриха минус x штрих получается модуль x 3 модуль x 2 штриха ну дальше эта штука у нас отделена от нуля да если x больше чем а то 1 на x меньше чем а то есть это меньше либо равно чем модуль x 3 минус x 2 штриха ну ладно у меня был неважно x 2 штриха минус x 4 на а квадрат вот эта штука должна быть меньше епсилона в каком случае она меньше всего в случае дельта равного епсилон а квадрат да то есть если их штрих минус x 2 штриха меньше чем епсилон а квадрат то а квадрат сократится останется епсилон да согласны ну вот следовательно для любого епсилон существует дельта которое мы нашли такое что для любых x 3 и x 2 штриха принадлежащих нашему множеству то есть равномерная непрерывность всегда связана с каким-то множеством таких что модуль x 3 минус x 2 штриха меньше дельта выполняется модуль f от x 3 минус f от x 2 штриха меньше епсилон ну следовательно функция равномерно-непрерывно равномерно-непрерывно на множестве от а до плюс бесконечности ч это д окей и давайте еще что-нибудь докажем еще какую-нибудь равномерную непрерывность по определению опять же ну вы мне скажите перебор а я вам скажу что эта задача отличается итак f от x равняется корень из x значит нужно доказать что она равномерно-непрерывно на множестве е от нуля до плюс бесконечности вот значит вот эта задача которую я сейчас вам покажу она некоторой вероятностью будет куском решения задачи на письменном экзамене тут будет один очень полезный прием прием называется склеить два утверждения ладно об этом после сейчас я начну решать эту задачу как мне кажется очевидно вы пока этого не делаете пока тут будет маленький косячок ну я говорю ну ёжику понятно что нужно написать модуль корень из x штрих минус корень из x 2 штрих а также ёжику понятно что в данной ситуации нужно домножить на сопряженные сейчас разделить на корень из x штрих плюс корень из x 2 штриха да ну а дальше уже ёжик сдается потому что ну как мы делали в прошлой задачи просто раньше мы говорили ну x штрих больше чем а значит 1 на x штрих меньше чем 1 на так а тут что x штрих больше нуля значит это меньше чем получается модуль x штрих минус x 2 штриха делить на 0 корень из нуля плюс корень из нуля да ну чё-то не то явно тут хотелось бы видеть константу то есть проблема в том что наши функции не отделена от 0 константы вот беда ну давайте подгоним задачу к той которую вы могли бы решить если бы здесь было написано например 2 то мы могли бы решить задачу да ну давайте решим задачу которую мы смогли бы решить пункт один исследуем на равномерную непрерывность на равномерную непрерывность на множестве и 1 от 2 до плюс бесконечности так хорошо или не очень давайте от одного один мне даже больше нравится от одного окей ну делаем то же самое то же самое что я до этого писал получаем модуль x штрих минус x 2 штриха на корень из x 2 штриха плюс корень из x штрих дальше мы говорим что эта штука больше одного эта штука больше одного это это больше одного да ну значит это все дело меньше чем модуль x штрих минус x 2 штриха пополам это будет меньше эпсилона при при дельта 1 от эпсилон равном 2 эпсилон вот ну следовательно для любого эпсилон существует дельта 1 равная 2 эпсилон такое что для любых x штрих x 2 штриха принадлежащих множество е 1 таких что модуль разности меньше чем дельта 1 выполняется модуль f от x штрих минус f от x 2 штриха меньше чем эпсилон вот ну эта часть я думаю всем понятно да теперь давайте все-таки решим не то что мы умеем а то что нужно решать ну давайте вот пока я стираю с доски вы мне скажете как дорешать эту задачу вот подумайте как бы ее до решать у нас вот было что определение утверждение что из равномерной непрерывности следует непрерывности утверждение что из непрерывности на отрезке следует равномерно непрерывность на отрезки больше пока ничего не было вот давайте подумайте как бы с помощью этих инструментов нам да доказать задачу от а до плюс бесконечности и в точке 0 ну смотри проблема в том что равномерная непрерывность для точки 0 не определена что значит равномерные непрерывность в точке такого понятия не знаю я знаю равномерные непрерывность на множестве поэтому ну как дополним у короче в общем пытаться привязать к точке сейчас на не очень хорошо равномерную непрерывность то есть если на непрерывность исследует исследовать это было нормально вот то есть в точке до действительно отдельно непрерывность справа было бы здорово исследовать а но остальное не принес на интервале равномерную непрерывность как-то вот в точке она не очень исследуется но какой-то гигант мы умудрился даже правильно сказать отрезок то что на отрезке от 0 до 2 там даже уже нам делал да давайте исследуем на равномерную непрерывность на отрезке ну сначала я скажу вы это не пишите ну от 0 до 1 например да если исследовать на равномерную непрерывность на отрезке от 0 до 1 то ну функции непрерывно сначала равномерно непрерывно да отлично но после этого на третьем шаге возникает маленькая проблемка если мы исследуем от 0 до 1 и от 1 до плюс бесконечности они только в одной точке совмещаются да и в точке 1 возникнет вопрос а почему в точке стык то она будет равномерно непрерывно это как бы не очень поэтому есть предложение следующее а как она нам поможет ну там не понятно что будет в пределе с этой равномерной непрерывностью ну попробуй это расписать то есть если у тебя это грамотно получится в принципе можно может так и сделать вот но мне не особо вижу через кантера можно расписать может и можно на самом деле вот я предлагаю сделать следующее смотрите на отрезке от 0 до 2 она конечно же равномерно непрерывно как функция непрерывная на отрезке дальше мы говорим вот эти вот множество они как бы идут внахлёст да и поэтому у них общий кусок это целый большой отрезок и поэтому у нас как-то не будет особых проблем с тем чтобы их слить пункт 1 и 2 ну сейчас я это подробно распишу пункт 2 значит функция f равняется корень из x непрерывно на множестве едва равным 02 следовательно по теореме кантера кантера она равномерно непрерывно она намерно непрерывно на едва давайте квантер это запишем то есть эквивалентно для любого и все он существует дельта 2 от эпсиона такое что для любого икс штрих икс два штриха из едва таких что модуль меньше выполняется что модуль f от икс штрих минус f от икс два штриха меньше чем эпсиона вот два так и теперь ну конечно в принципе очевидно но на самом деле не совсем вот поскольку не совсем то нужно еще сделать третий пункт на котором в котором мы должны сказать что если равномерно непрерывно на е1 и равномерно непрерывно на едва то равномерно непрерывно на их объединение причем данном случае обязательно множество брать в нахлёст ну вот так вот до 0 2 1 бесконечность ну давайте я запишу вот это итоговое квантерное утверждение а потом я его вам объясню и так покажем то f равномерно непрерывно на множестве е на исходном да ну давайте делаем следующее для любого икс он выберем дельта какое мы выберем дельта мы выберем дельта чтобы во первых выполнялась вот это вот утверждение и во вторых чтобы выполнялась вот это вот утверждение то есть мы выберем в качестве дельты наибольшее число из точнее, наименьшее число из чисел дельта 1, дельта 2 и единица. Почему единица? Сейчас скажу. Ну, единица — это длина общего куска. Минимум из дельта 1, дельта 2 и единицы. Ну, такое, что для любых x' и x2' принадлежащих E, таких, что модуль x' минус x2' меньше, чем дельта, и выполняется модуль минус f от x2' меньше, чем ε. Следовательно, f равномерно непрерывно на E. Ну, и сейчас давайте я объясню, что я здесь написал. Вот. Вот эта вот строчечка, то, что мы в качестве дельты берем минимальную, из дельта 1, дельта 2 и единицы, вот она может вам пригодиться вот в качестве инструмента на экзамене письменном. Давайте поймем, что это за строчечка такая волшебная. Значит, вот наше множество. 0, 2, 1. Где у нас с вами E2? Вот у нас с вами E2, да. Вот у нас с вами E1. Функт равномерно непрерывный и там, и там. То есть, ну, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что если в качестве дельты мы взяли минимум из дельты 1 и дельта 2, ну, в этом случае, если x' минус x2' меньше дельты, это значит, что они меньше и дельта 1 и дельта 2. То есть, это значит, что они удовлетворяют и вот этому утверждению, и вот этому утверждению. Ну, то есть, получается, что где бы они ни были, x' и x2' на множестве E1 или на множестве E2, поскольку они удовлетворяют и этому, и этому, разница f между ними будет меньше и ε. Поняли месседж, да? Хорошо. Теперь вопрос, а какого черта здесь делают единицы? Ну, дело в том, что мы с вами кое-что забыли. x' и x' должны не только между ними расстояние быть меньше, чем дельта 1, но они должны одновременно принадлежать либо E1, либо E2. Мы знаем только то, что если они либо принадлежат E1, либо E2, то в этом случае из дельта x, стремящегося к нулю, следует то, что дельта f стремится к нулю. Вот. Ну, стремиться к нулю, конечно, я погорячился, но вы поняли. Ладно. А что если у нас с вами вот x' взят отсюда, а x2' взят отсюда? То есть, они по-любому вообще из разных множеств. Ну, тогда мы не сможем ни эту строчку применить, ни эту строчку применить, и в итоге эти две строчки не склеиваются в одну. И ничего не получится. Вот. А если расстояние между x1 и x2, ну, x' и x2' будет меньше, чем единица, то они будут, по крайней мере, самое страшное, что с ними случится, это они будут лежать одновременно на общем отрезке для множеств E1 и E2. То есть, если расстояние между ними меньше единицы, то это гарантирует, что они будут лежать хотя бы в одном из двух множеств. Потому что общий отрезок у них длиной единицы. Быть может, они лежат одновременно в двух множествах, как здесь. А быть может, они вот так лежат, или вот так лежат, или вот так. То есть, в одном из множеств. Вот. То есть, это нам гарантирует, то, что x' минус x2' меньше одного. Это нам гарантирует то, что они лежат либо в E1, либо в E2. То есть, то, что можно применить либо эту строчку, либо эту строчку. Вот. Запомните обязательно вот это вот как вот. Ну, вы уже и так это поняли, но запомните это как вот заклинание, которое обязательно написать, иначе вам... Иначе вы можете не добрать баллов на письменном экзамене. То есть, от вас хотят не только исследования там на двух множествах. На одном множестве вы примените одно утверждение, на другом другое. От вас еще хотят, чтобы вы аккуратно склеили эти два утверждения. То есть, в случае, если нужно доказать на письменном экзамене будет, что да, на равномерную непрерывную, от вас будут требовать склеить на двух множествах. Так. Окей. Ну, вроде мы научились исследовать на равномерную непрерывность. Ну, нам еще не хватает парочки утверждений, но в целом уже норм. Вот важную штуку изучили. Теперь давайте посмотрим, как бы исследовать на отсутствие равномерной непрерывности. Давайте рассмотрим такой пример с письменной работы. f от x равно корень из x косинус x квадрат. Доказать. Ну, вообще, формулировка исследовать на равномерную непрерывность. Ну, давайте мы чуть проще. Сформулируем. Доказать, что эта штука неравномерно непрерывно. неравномерно непрерывно на множестве e от нуля до плюс бесконечности. Так, ну, с чего мы начнем? Мы начнем с того, что... А что если формулировка была бы исследовать на равномерную непрерывность? Что если бы мы не знали, что делать? Ну, в этом случае смотрите. Смотрим такие на функцию. Как она себя ведет? Она себя ведет как косинус, то есть колеблется, но только еще умножается на довольно большое число на бесконечности. То есть на бесконечности она себя вот так вот безобразно ведет. Ну, в общем, скочит очень быстро. То есть Δf меняется сильно, когда Δx меняется не сильно. Это, конечно, недоконечности, но это нас наталкивает на мысль, что она, наверное, все-таки неравномерно непрерывно. Вот. Ну и в целом, вот когда вы в экзамене, если вдруг вы в экзамене, это тоже типовая задача, вот если вы увидите что-то вот в этом роде, там, корень из x на косинус x квадрат, то есть вероятность, что она неравномерно непрерывно. Ну, не путайте это, конечно же, с просто каким-нибудь синусом x, который равномерно непрерывно, да? Не путайте. Вот. То есть здесь отсутствует равномерная непрерывность, наверное, вот из-за этого корешочка. Так, хорошо. То есть, что нам с вами нужно доказать? Нам с вами нужно доказать, что, ну, например, подобрать две такие последовательности, что при xn1 минус xn2 стремящемся к нулю, f от xn1 минус f от xn2 не стремится к нулю. Ну, почему последовательности? Потому что мы хотим подобрать точки сколь угодно далеко на бесконечности. Вот, поэтому мы тут присобачиваем последовательности. Совсем четко я это в квантерах, прям четенько-четенько по определению равномерной непрерывности. Почему нам это подходит? Сформулирую в конце. Но пока согласитесь, что нам нужно подобрать две последовательности, такие, что delta x стремится к нулю, а delta f не стремится к нулю. Вот, хорошо. Давайте посмотрим. Ну, что хочется подобрать? Какую последовательность хочется подобрать для косинуса? Ну, не особо думая о задаче. Ну, pi на 2 плюс 2pn, да? Ну и 2pn, да? Но только еще корешок из них взять, да? Потому что тут косинус x квадрат, да? Ну, то есть мы как бы так не особо даже думаем, что нам нужно в задаче. Мы первое, что приходит в голову, пробуем, да? А потом, если не получится, уже расстраиваемся и придумываем другие варианты. Хорошо. xn1 равняется корень 2pn. Ну, спойлер, это нам подойдет. Вы бы, ну, сами доперли до таких двух последовательностей. То есть тут нет ничего хитрого. xn2 равно корень из 2pn плюс pi пополам. Вот. Так, хорошо. Ну, честно говоря, как-то не похоже, что xn1 минус xn2 стремится к нулю. Давайте это проверим, да? Чем черт не шутит? Проверим. Модуль xn2 минус xn1 равняется модуль корень из 2pn плюс pi пополам минус корень из 2pn. Ну, опять же, мы такие смотрим. Ну, что-то не похоже, конечно, но на всякий случай домножаем на сопряженные, да? Что у нас получается? 2pn плюс pi пополам у нас получается минус 2pn. И все это мы делим на сумму корней. Плюс pi пополам плюс корень из 2pn. И, о чудо, мы понимаем, что это все-таки стремится к нулю. Ура! Оставьте здесь строчку, потому что нам потом придется все это все-таки формулировать в квантерах. Оставьте строчку для формулировки в квантерах. Хорошо. Стремится к нулю? Отлично. Давайте проверим, будет ли стремиться к нулю f от xn1 минус f от xn2. Проверяем. Так. Равно. Подставляем. Будет корень четвертой степени. Получается корень четвертой степени из 2pn. Ну, косинус будет равен единице, да? Писать это не будем. А вторая последовательность вообще равна нулю, да? Ну, просто косинус равен нулю. Вот. Ну, это, конечно же, стремится к плюс бесконечности. А плюс бесконечность, как известно, не равна нулю. Ну, ура! В принципе, задача решена. И даже, ну, возможно, ну, возможно, некоторые проверяющие даже полностью ее зачтут. То есть, ну, действительно, вы идею задачи поняли и подобрали последовательность. Суть в этом. Ну, все-таки, если придираться, то есть, ну, в принципе, понятно, delta x стремится к нулю, delta f не стремится к нулю, значит, по-любому неравномерно и непрерывно. Но все же, если придираться, первым делом встает вопрос, а какая нафиг последовательность? И где здесь равномерная непрерывность? Ну, давайте аккуратненько все-таки как-нибудь это присобачим к равномерной непрерывности. Ну, давайте напишем, что в квантерах значит, что xn2 минус xn1 стремится к нулю. Ну, просто берем и по определению записываем. Для любого... Ну, мне сегодня не нравится буква epsilon, я запишу букву delta в определении предела последовательности. Для любого delta существует, давайте, n0. Такое, что для любого n больше либо равного n0 выполняется xn' минус xn2' меньше delta. Так, ну, давайте подумаем, чем вот это квантерное утверждение лучше, чем наше замечательное стремление к нулю. Ну, оно лучше тем, что у нас уже xn' и xn2' это не какая-то, это не какая-то, а бы какая-то последовательность, а это, в принципе, уже две конкретных точки, да. Хорошо, стало, в принципе, чуть получше. Ну, теперь нужно, чтобы... Так, давайте напишем сначала где-нибудь внизу отрицание равномерной непрерывности, то есть то, что нам нужно получить. Давайте напишем где-нибудь внизу. Значит, мы хотим получить, что существует epsilon, такое, что для любого delta найдутся плохие и нехорошие x' от delta, x2' от delta, принадлежащие, принадлежащие множеству e, такие, что модуль x' минус x2' меньше delta, и при этом f от x' минус f от x2' больше либо равно epsilon, да, ну вот отрицание. Так, ну, для любого delta у нас уже есть, собираем по кусочкам, да, модуль. Хорошо. Теперь давайте куда-нибудь возьмем модуль разности f. Ну, откуда, понятно, откуда, вот отсюда давайте возьмем. Проблема в том, что надо подобрать нам какое-нибудь конкретное epsilon, да. Ну, как бы его так подобрать. Смотрите, если мы знаем, что разность f стремится к плюс бесконечности, это значит, что начиная с какого-то номера она больше, чем 1, например. Логично? Ну, или больше, чем 47, неважно. Давайте напишем. Следовательно, существует epsilon равная единице, для которого, соответственно, n1, начиная с которого, выполняется модуль f от x' штрих минус f от x' штриха, меньше, чем, извините, больше либо равен, чем вот эта вот единичка. Окей. Теперь давайте просто-напросто возьмем и склеим вот эту строчку с вот этой строчкой, чтобы получить отрицание равномерной непрерывности. Ну, давайте клеить. Начнем с того, что существует epsilon равное единице. Ну, для любого дельта мы возьмем n2 равное максимуму из n0 и n1. Мы знаем, что, во-первых, выполняется, что модуль xn2 штрих минус xn2 два штриха меньше, чем дельта, во-первых. Ну, и, во-вторых, мы знаем, что модуль f от xn2 штриха больше, чем epsilon. Вот. Ну, короче, склеили. Вы меня спросите, а куда же я дел для любого n большего, чем n0, да, большего, чем n2? Ну, оно нам просто особо, честно говоря, не нужно, потому что тут сказано, что для всех точек, начиная с этой, вот выполняется, что эта штука меньше дельта. А нам-то что нужно? Нам нужно подобрать две конкретных точки, в которых эта штука меньше дельта. Ну, вот я беру n равное там n0, ну, в данном случае n2. Для него же это выполняется? Ну, выполняется, да. Ну, вот, то есть я подобрал, таким образом, две конкретных точки. То есть теперь xn2 штрих и xn2 два штриха, это две конкретных точки, зависящих от дельта. Вот. Ну, давайте это переформулируем, то есть напишем, то есть, чтобы это совсем было похоже на отрицание равномерной непрерывности. Для любого дельта нашелся xn2 штрих и нашелся xn2 два штриха, расстояние между которыми меньше, чем дельта. Ну, и, собственно, модуль f от xn2 трих минус f от xn2 два штриха, при этом будет больше либо равно, чем epsilon. Ну, все, следовательно, неравномерно и непрерывно. Следовательно, f неравномерно и непрерывно на e по определению. Вот, то есть вроде бы по определению, а вроде бы из этого уже можно сделать задачку для письменного экзамена. Так, все поняли, что произошло? Нужно повторить, наверное? Давайте повторим. Значит, вот нужно исследовать, да? Я говорю, что в принципе, чтобы доказать, что она неравномерно и непрерывно, достаточно взять... Я как-то плавно от xn1 и xn2 перешел к xn штрих и xn2 штриха, да? Ну, вы бы осудили хотя бы. Наверное, после определения. Это-то меня одномерно-предерывно. Да-да-да, я сейчас все это исправлю. Ну, короче, просто 1 и 2 можете заключить вот так вот, скобку будет, типа дворитная, да? Называется подвес конспект. Так, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Значит, еще раз. Окей. Нам достаточно взять две последовательности, разница между которыми стремится к нулю, но разница между f-ми не стремится к нулю. Ну, в принципе, согласитесь, что это будет подход на отрицание равномерной непрерывности, да? Модулик x1 минус x2 меньше дельта, от xn1 минус f от xn2 больше либо равно и в салон, да? Ну, что-то похожее. Хорошо. Ну, давайте возьмем первое, что подходит в голову. Такие две последовательности. Домножим на сопряженные и поймем, что расстояние между ними стремится к нулю. При этом расстояние между f-ми мы просто подставим в нашу функцию, нашу последовательность, да? Ну, и ежику понятно, что оно стремится к плюс бесконечности. Вот. Ну, на этом этапе грубо мы уже все доказали. То есть мы подобрали последовательность, такие, что дельта x стремится к нулю, дельта f не стремится к нулю. Значит, неравномерно непрерывно. Теперь все-таки аккуратненько докажем по определению. Из того, что дельта x стремится к нулю, следует, что, ну, по определению предела последовательности, да, Лим равен нулю, это значит, что для любого дельта существует номер, начиная с которого меньше дельта. Ну, это минус 0, меньше дельта, да? Так, хорошо, это во-первых. Во-вторых, эта штука стремится к плюс бесконечности, значит, начиная с некоторого номера, она больше одного. То есть я здесь не пишу определение, что она стремится к бесконечности, я здесь пишу, что начиная с некоторого номера, она больше одного. Ну, существует epsilon, равный 1. Такое, что, начиная с номера n1, оно больше, чем 1. Теперь склеим вот это вот и вот это вот. Давайте клеить. Существует epsilon для любого дельта. Найдутся. Так, вот-вот-вот. Существует epsilon для любого дельта. Я выберу n2, равный максимуму из n0 и n1. Почему? Чтобы выполнялась одновременно вот эта строчка и вот эта строчка, да? Ну, и, собственно, вот будет выполняться, что дельта x меньше дельта, а дельта f больше epsilon. Ну, то есть одно небольшое но. Тут надо было бы по-хорошему написать для любого n больше, чем n... Только вы не пишите. Для любого n больше, чем n2, а тут писать n. Ну, да, это правда, что для любого n больше n2 выполняется и это, и это. Но нам это не нужно. Нам нужно просто две, хотя бы две точечки, которых будет выполняться вот эта штука. Ну, вот взяли... Если для любого n больше n2 выполняется, то для n2 выполняется. Ну, давайте не будем писать для любого n больше n2. Ну, вот. То есть существует epsilon для любого дельта. Мы подобрали... Ну, подбор n2 — это значит подбор точек. xn1 и xn2, да? Подобрали две точки, такие, что это меньше дельта, это больше epsilon. Заметим, что это и есть отрицание равномерной непрерывности. Вот. Ну, значит, неравномерная непрерывность это d. Понятно, да? Нету вопросов больше никаких по этому номеру? Или есть? Здесь? Нет, нет, когда ровник строчек... Вот здесь, да? Да-да-да, мы просто... Ну, мы просто хотим записать вот эту вот штуку, да? Ну, вот мы ее начинаем писать. То есть существует epsilon, при этом для любого дельта мы подбираем вот такой вот номер. Вот. Поэтому мы не меняем места, поэтому мы пишем так, потому что, ну, вот, мы бы не... Нужна вот эта вот строчка. Так. 47 можем взять, да. Так, ну, хорошо. Теперь удивительный парадокс, что в экзамене этого же года в другом варианте была похожая задачка. Давайте ее напишем. Но она оказалась сложнее. Ну, вот давайте рассмотрим похожую задачку. f от x равно x квадрат синус логарифма x. Ну, нужно доказать, что она неравномерна и непрерывна на множестве e от нуля до плюс бесконечности. Так, ну, я пока сотру, а вы подумайте, какие последовательности мы здесь вот можем подобрать. То есть, ну, ответ тот же, да, она неравномерна и непрерывна. Давайте вы подумайте, какие последовательности подобрать, чтобы, ну, чтобы доказать. Наверное, e в степени, наверное, e в степени. Ну, похоже на то, да. Очень похоже на e в степени. Ага, ну, давайте попробуем, давайте попробуем такие, да. В степени 2pn и e в степени пополам плюс 2pn. Итак, ну, только вы не пишите. Значит, мы пробуем xn1 равную 2, e в степени 2pn, да. Ну, похоже на то. И xn2 равняется e в степени p пополам плюс 2pn. Ну, проблема в том, что разница между ними уже явно не стремится к нулю. И если мы изменим p пополам на p, то лучше не станет. Ты думаешь, от этого их разность начнет стремиться к нулю? Так. Ну, смотри, проблема в том, что мы что хотим? Мы хотим, чтобы дельта x стремилась к нулю. А дельта x чему будет равно? Оно будет равно e в степени 2pn умножить на e в степени 3p пополам минус e в степени p пополам. Но это явно стремится к бесконечности. Вот, у нас проблема. То есть, ну, сейчас уже вот в голову ничего очевидного не приходит. Ладно. Давайте попробуем провести следующее рассуждение. Ну, первая последовательность, понятно, наверное, e в степени 2pn. Ну, чтобы логарифм ушел, да? Вторая последовательность, наверное, тоже e в степени 2pn. Но вот мы думаем, вот чтобы к ней такого прибавить, это у нас будет пункт 0. Пункт 0 будет такой. А какие последовательности? Какие последовательности? Подобрать. Вот. xn2 тоже, наверное, e в степени 2pn. Ну, чтобы логарифм сократился как-нибудь, да? С ешечкой. Но мы не можем придумать. Вот если мы не можем придумать, то, ну, давайте так и напишем. Ну, hz плюс некая функция g от n. Плюс некая последовательность g от n. Где g от n должна быть такой, чтобы xn2 минус xn1 стремилась к нулю. Вот. Ну, так и напишем. Где g от n такая, что модуль xn2 минус xn1. стремится к нулю. Ну, нам ничего не остается, кроме как расписать этот модуль. И найти, какой вид имеет g от n. Давайте так и поступим. Модуль xn2 минус xn1. равно. Так, ну, e в степени 2pn, понятное дело, мы... Да? У нас остается модуль единица минус e в степени g от n. Так, смотрим. В общем, у нас с вами эта штука должна стремиться к нулю, да? Но она, черт возьми, умножена на e в степени 2pn. То есть это с какой же скоростью вот эта штука должна стремиться к нулю, чтобы она перебила рост e в степени 2pn? Ну, наверное, с большой скоростью. Наверное, 4pn, да. Итак, то есть g от n должна быть стремящейся к нулю, так, чтобы мы это разложили по Тейлору, и на выходе мы получили какую-то штуку, которая стремится к нулю быстрее, чем эта. Ну, смотрите, разложим по Тейлору. Предположение, что g от n стремится к нулю. Но если g от n не стремится к нулю, то эта штука тем более не стремится к нулю, да? g в степени 2pn, модуль 1 минус 1 плюс g от n. Как бы это расписать? Давайте распишем вот так вот. Эквивалентно. Знаете, что такое эквивалентно, да? f эквивалентно g, если в пределах отношения равен единице. Вот. Ну, хорошо. Отсюда мы делаем вывод, что g от n равно чему. Думаешь, минус? Да, я не умею по Тейлору раскладывать. Минус g от n, да. Ну, это, конечно, не важно, потому что тут модуль, но да, ты абсолютно прав. Ну и когда это стремится к нулю, когда g от n равно чему? Ну, есть лучшие идеи? Если g от n равно 1 делить на n, ну вот давайте проверим. Вот если я здесь разделю на n, то тут будет e в степени n делить на n. Ну, оно не особо стремится к нулю, потому что ешечка стремится к нулю, стремится к бесконечности гораздо быстрее, чем n стремится к бесконечности, да? Ну, по лапиталю можешь проверить, да? Производная этой штуки это ешечка. Производная этой это 1. Получаем ешечку, стремится к бесконечности. Не подходит, n не подходит. Еще варианты. Вот, да, e в степени минус 4pn. Ну, конечно, e в степени минус 4pn, если тут будет, то в степени отнимутся будет e в степени минус 2pn. При g от n равном e в степени минус 4pn. Ну вот, теперь сойдет. Что? Ну, минус 3pn тоже подойдет, да, конечно. Ну, все отлично. Вот мы и нашли вторую последовательность. Нам на это потребовалось чуть больше времени, чем в предыдущей задаче. Ну, хотя они были в одном, ну, в один год. Ну, бывает такое. Таким образом, итак, мы нашли последовательности. xn1 равно e в степени 2pn. xn2 равно e в степени 2pn. И к этим двум pn прибавляется e в степени минус 4pn. Класс. Во. Ну, при этом эти последовательности такие, что модуль стремится к их разности. Ну, это мы уже доказали. Ну, теперь давайте проверим. А может быть, модуль f от xn1 минус f от xn2 тоже стремится к нулю? И все наши усилия напрасны? Ну, давайте проверять. Модуль f от xn2 минус f от xn1. Равно. Так. Ну. Ну, давайте, да, 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 ну, подставляем, короче. x2 это в степени 4pn плюс 2e в степени минус 4pn. Вот так вот. Это x2 пока только. умножить на синус от, ну, ну, логарифм от ешки это будет просто 4pn, да, плюс e в степени минус 4pn. Ну, я сразу логарифм от ешки написал, что это просто, вот. Ну, и, собственно, из этого всего надо вычесть f от xn1, но f от xn1, очевидно, что равно нулю. Ну, подставьте это сюда, да, получится синус 2pn. минус 0. Так, нужно еще раз пояснить, что я тут написал. Не нужно, всем понятно, да? Да, 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 2pn, мы просто x подставляем, да, тут 2pn, правильно. То есть синус от логарифма от вот этой вот ешки, да. Логарифм с ешкой убираются, остается 2pn плюс g от n под синусом. Хорошо. Ну, 2pn мы сразу можем тоже убрать, да, синус это таки периодичная функция. Ну, давайте разложим. Синус эквивалентна е в степени 4pn на е в степени 2e в степени минус 4pn. Синус разложим до первого члена. Е в степени минус 4pn. Так, сократилось. А к чему это дело стремится? Это стремится к нулю, к единице. Ну, замечательно. 1 не равно нулю, значит все нормально. Ну, в принципе все. Доказательство окончено, осталось только записать все дело в квантерах, да? Давайте напишем, что значит, что xn2 минус xn1 стремится к нулю. Это значит, что для любого дельта существует n0, такое, что для любого n больше либо равного n0. Выполняется, что, ну, короче, переписываем просто предыдущую задачу. Меньше дельта. Дальше. Перепишем теперь вот эту строчку. Это значит, что существует epsilon равное... Ну, короче, если оно стремится к единице, да? Это значит, что начиная с некоторого номера оно больше, чем 1 вторая, например. То есть существует epsilon равный 1 второй, такой, что существует номер n1, начиная с которого f от xn1 минус f от xn2 больше, чем epsilon. Все согласны с идеей, что если стремится к единице, то больше 1 второй, начиная с некоторого номера. Это надо показать? Не надо. Окей. Теперь склеиваем две строчки и получаем, что существует epsilon равный 1 второй, такое, что для любого дельта найдется n2, равный максимуму из n0 и n1, такой, что модуль xn1 минус xn2 меньше дельта, и при этом модуль f от xn1 минус f от xn2 больше epsilon. Ну, и последняя строчка. Таким образом, существует epsilon для любого дельта. Нашелся xn, так, тут xn2, да? Существует xn2, 1, xn2, 2, такие, что модуль xn2, 1 минус xn2, 2 меньше дельта. Модуль f от xn2, 1 минус f от xn2, 2, сейчас, xn2, 2, о, больше epsilon. Это неравномерно непрерывно. Ну, короче, вот эти четыре строчки, это то же самое, что и в предыдущей задаче. Ну, с той разницей, что тут я написал epsilon равный 1, 2, а в предыдущей задаче epsilon равно 1. Вот, тут то же самое. Они одинаковые для всех таких задач. Ну, что? Что-то я вижу недоуменные взгляды, да. Вот здесь вот, да? Ну, синус разложили до первого члена. И все. Ну, эта запись означает то, что в пределе оно равно. В пределах отношения равен 1. Еще вопросы? Да. Что, все понятно, да? Ну, в общем, то есть, ну, как вы видите, тут, ну, действительно, честно говоря, немножко сложновато вот подобрать вот эту вот g от n, да. То есть проблема есть в подворе последовательности, да. Ну, если допереть до того, что здесь надо взять 2pn плюс g от n и вот так ее подбирать, то, ну, в принципе, дальше решается. Вот. Ну, это, ну, самая такая неприятная задача, которая может быть, я думаю, что вряд ли все-таки настолько неприятная задача будет. То есть, все-таки, я думаю, последовательности будет подобрать возможно. Но вот это вот прям вот вариант, прям пример задачи с экзамена. Прям такая типовая, типовая задача. Вот. Ну, скорее, задача на экзамене будет похожа на предыдущую, чем на эту. Ну, это совсем уже разврат. Это если, ну, там, составляю, ну, если тому, кто составляет экзамен, захочется сильно поиздеваться над студентами, то тогда... Что? Что? Да. Ну, вот, была вот эта в одном, а та в другом. Хорошо. Ну, что нам нужно для полного счастья, чтобы мы уж точно были готовы к экзамену и точно разбирались в равномерной непрерывности? Помимо определения, вообще, по сути, у нас было только определение теоремы Кантера, да? Как-то маловато. Оказывается, еще для равномерной непрерывности умные люди, чтобы упростить жизнь другим умным людям, придумали кучу утверждений. И вот домашка вашей по равномерной непрерывности состоит, по сути, в доказательстве этих утверждений. Вот. Ну, наполовину в решении задачи, наполовину в доказательстве утверждений. Значит, я вам сразу скажу, что, ну, вот утверждение, которое я сформулирую, это вот, так сказать, я выбрал там топ-5, которые нужны, остальные не особо нужны, из книжки, из методички Кожевников. Кожевников. Равномерная непрерывность. То есть вот я сейчас буду вам формулировать утверждения. Ну, максимум я вам скажу идею доказательства и скажу там, в чем фишка утверждений, для чего оно нужно. Ну, прям четко доказывать их я не буду. Проблема в том, что в ДЗ нужно доказать кучу утверждений. Там куча задач, докажите утверждения. Вот. Собственно, берем и лезем вот в эту методичку. Кожевников. Равномерная непрерывность. Очень хорошая методичка. Единственное, что я хочу заметить по этой методичке, то, что примерно после утверждения восьмого в этой методичке идут какие-то или седьмого. Идут совсем сложные утверждения. То есть, например, там какое-то утверждение десятое, прям какое-то очень сложное, которое помогло бы решить вот эту вот задачу. Ну, которая была x квадрат косинус корень из x, да? Вместо определения. Ну, по определению делать проще, чем запоминать это десятое утверждение. Поэтому я вам советую смотреть вот примерно, насколько я помню, там предложение или утверждение вот до седьмого восьмого. Хорошо. Ну и теперь давайте я сформулирую вам те утверждения, которые я считаю, что вам понадобятся, могут понадобиться на семистровой, ну и для решения задач в ДЗ тоже понадобятся. Остальные уже, ну, не настолько нужны. Так. Утверждение один. Пусть e это интервал a, b. Пусть, кроме того, функция f от x непрерывна на e. Тогда функция f равномерно непрерывно на e. Тогда и только тогда, когда существует предел f от x конечный x стремится к а плюс 0 и существует предел f от x тоже конечный при x стремящемся к b минус 0. А на контроль можно использовать как данные? Да. Надо сформулировать и потом использовать. Ну, ну, хитрость, наверное, состоит в том, что если вы, ну, таки на контроль не использовали одно из этих утверждений, да, ну, может оказаться, то, что проверяющий совсем вредный. Совсем вредный, да, он вам тык в это утверждение и скажет, ну, а докажите его. Ну, вы быстренько его докажите, такие хе-хе, и пойдете. То есть, если вы его примените на контроль, в любом случае повторите дома после экзаменационной работы доказательства утверждения этого. Что? Доказатель страницу, скажи. Ну, я думаю, что не все знают о существовании этой методики. Лучше не надо. Ну, короче, формулировки хватит, эти утверждения все знают, потому что, ну, на самом деле, это, по сути, задача из ДЗ формулирует. То есть, это, по-моему, 25-я задача из ДЗ. Вот, в ней как раз нужно доказать это утверждение. То есть, это ссылка не на Кожевникова, скорее, а на задачи из ДЗ, которые мы же все ДЗ делаем, поэтому это уже не требует доказательства, потому что, ну, это утверждение из ДЗ. Ну, собственно, в чем суть этого утверждения? Суть в том, что мы знаем, что если функция непрерывна на отрезке, то она на нем равномерно непрерывна и в обратную сторону тоже работает, да? А тут у нас интервал. И вот мы говорим, ну, в принципе, в принципе, мы можем как бы сказать, что на интервале она тоже будет равномерно непрерывно, но в каком случае? В том случае, если ее можно продолжить с этого интервала на отрезок. давайте объясню, что я имел в виду. Какая у нас, точнее, у меня любимая функция? У меня любимая функция синус х на х, которая стремится к одному. Ну, давайте рассмотрим эту функцию на интервале от нуля до одного. Это замечательная функция. По-моему, вот так вот, да, она замечательная функция. непрерывная и очень хорошая на интервале от нуля до одного. Окей. Что мы про нее сказать? Мы можем про нее сказать, что существует предел в точке 1, ну, вообще в ней непрерывно, да, в этой точке. То есть существует вот этот вот левый предел на интервале 0,1. Это во-первых. И во-вторых, существует в этой точке тоже предел, да, равный единице, как мы знаем. Что это значит? Это значит, что функция, определенная на интервале, может быть продолжена, продолжена по непрерывности на отрезок 0,1. То есть мы можем сказать, так, нафиг этот интервал, давайте рассмотрим функцию f от x, равную синус x на x, если x не равен нулю, и, собственно, 1, если x равен нулю. Данная функция непрерывна на отрезке 0,1. Значит, непрерывно f равномерно непрерывно на отрезке 0,1. Ну, если функция равномерно непрерывна на множестве, то она равномерно непрерывна на любом его подмножестве. Следовательно, f равномерно непрерывно на интервале 0,1. Вот. Ну, это, по сути, доказательство в одну сторону для конкретной функции. В другую сторону там нужен критерий каши для функции, ну, то, что там пара, доказательство. Вот. То есть это то, что называется функция синус x на x, она в точке 0 не определена. Но она непрерывно продолжима на более широкое множество, захватывающие точкой 0. Вот. И вот существование пределов значит, то, что ее так в точке а она прерывная в точке было равно прерывной точке. Вот. Тогда непрерывный на отрезке а, значит, равномерный непрерывный, ну, значит, чтд. Понятно? Вот. Но познакомились с таким понятием, как доопределить по непрерывности или функция непрерывно продолжима на более широкое множество. Если есть возможность ее тогда определить, чтобы она стала непрерывной на более широком множестве. Вот. А теперь давайте, ну, заодно приведем пример функции, которая не является непрерывно продолжимой. Ну, например, какая-нибудь гиперболка не является непрерывно продолжимой, да, потому что мы ее в точке 0 как-то определим, она не станет непрерывной в этой точке. Почему? Потому что у нее нету конечного предела в этой точке. Вот. То есть, вот вам пример функции, которая не непрерывно продолжима. Ладно, окей. Ну, в общем, короче, в одну сторону доказывается так, в другую сторону доказывается с помощью критерия каши для функций. Вот. Ну, самое кожевник. Хорошо. Ну, давайте сразу применим это утверждение для решения следующего примера. Итак, f от x исследовать исследовать на равномерную непрерывность, исследовать функцию f от x равную x синус 1 на x квадрат на равномерную непрерывность на множестве e 0,1. Ну, будем исследовать с помощью утверждения 1. Давайте смотреть. Ну, всякому ежику понятно, что эта функция непрерывна на интервале 0,1. Почему? Потому что это композиция непрерывных функций, да? Теорема о арифмических операциях с непрерывными функциями и теорема о непрерывности сложной функции. Ну, значит, на интервале 0,1 она непрерывна. Доказательства. Ну, О, О равномерно непрерывна. Точка. Доказательства. Первое. f непрерывно на интервале 0,1. По теореме об арифметических операциях и о непрерывности сложной функции. Непрерывности сложной функции. Так, вот, хорошо. Дальше. Ну, в точке 1 она тоже непрерывна, ну, по той же причине. Второе. f непрерывно так, стоять. Ну, ладно, f непрерывно в точке x0 равная, давайте, не x0, давайте, b равная единице по той же причине. ну, значит, существует предел в этой точке, да? Существует предел функции f при x стремящемся к b 1 минус 0 в частности, да? Хорошо. Ну, и последнее, что нам нужно проверить, это то, что существует предел точки a плюс 0, да? То есть, точки 0. давайте предел f от x при x стремящемся к 0 плюс 0. Ну, равен нулю как произведение бесконечно малой функции на ограниченную, произведение бесконечно малой на ограниченную. Ну, получается, утверждение 1, все условия выполняются, следовательно, функция f равномерно непрерывно на интервале 0,1 по утверждению 1. Ну, во втором пункте даже чуть переборщил, можно было просто предел найти, ну, просто подставить единичку, да? Сказать, что этот предел равен 1 на синус 1. Можно и так. Вопросы? Ну, всем все понятно, просто взяли, подогнали под утверждение 1. Хорошо. Утверждение 2, утверждение 2. Пусть f непрерывно на множестве е от а до плюс бесконечности. И пусть также существует конечный предел на бесконечности. Тогда f равномерно непрерывно. равномерно непрерывно на е. то есть это, ну, по сути, это тоже утверждение 1, да? Это похоже на утверждение 1, просто в утверждении 1 мы исследуем конечный интервал, и там утверждение в обе стороны. а тут бесконечный интервал, И утверждение в одну сторону. Ну, примерно то же самое, да? Если функция непрерывно и на правом конце все хорошо, значит, она равномерно непрерывно. Вот. Ну, задачу не будем решать на это утверждение, оно похоже на утверждение 1. утверждение 3. Пусть функция f от x дифференцируема на множестве е, и при этом ее производная ограничена на множестве е, тогда f равномерно непрерывно. f равномерно непрерывно на е. Ну, и сразу пример доказать, что f от x равное корень из x логарифм 1 плюс x квадрат равномерно непрерывно на множестве е от 0 до плюс бесконечности. Ну, давайте поговорим сначала про утверждение 3. Почему оно справедливо? То есть, если производная ограничена, то функция равномерно непрерывно. Ну, очень просто. Распишем f от x штрих минус f от x 2 штриха по теореме Лагранжа. Это дело равно f штрих от x я модуль зачем-то написал, ну ладно, пусть будет модуль. На x штрих минус x 2 штриха, да? Помним теорему Лагранжа. f от b минус f от а равно f штрих от x на b минус а. Ну, дальше это конечно, да? Производная конечно. Эта штука меньше дельта, да? стремится к нулю. Значит, дельта f тоже стремится к нулю, как произведение стремящегося к нулю на конечную штуку. Ну, в доказательстве просто аккуратненько в квантерах расписываем, да? Это меньше дельта, значит, в качестве дельта нужно взять epsilon делить на производную. Вот и все. Окей. давайте докажем. Ну, я думаю, что нужно найти производную, да? Давайте найдем производную. f штрих равно логарифм 1 плюс x квадрат на 2 корня из x плюс корень из x на x 1 плюс x квадрат. Вот. Ну, хорошо, производную мы нашли. Как бы нам доказать, что она ограничена на множестве e? 2x? Вот здесь вот, да? Ну, вроде да. Вроде 2x. Так, ну, хорошо. Что можно сделать? Ну, во-первых, ну, короче, надо исследовать на ограниченность. Надо исследовать на ограниченность. Я предлагаю сделать следующее. Смотрите. Ну, вот у нас некий интервал от 0 до плюс бесконечности. Если мы с вами докажем, что функция непрерывна в точке 0, ну, даже точнее, что у нее существует конечный предел в точке 0. Здесь она, ну, f' непрерывно мы видим, да, во всех остальных точках, кроме 0. И при этом она на бесконечности, что, у нее существует предел, то есть, если существует предел в 0 и в бесконечности, и тут она непрерывна, то отсюда можно будет сделать вывод, то, что она ограничена. Ну, смотрите, ну, в принципе, это и так визуально понятно. Ну, во-первых, у нас с вами был номер 76 из ДЗ, да, программ 10, которым нужно было доказать, что если f непрерывно на множество от а до плюс бесконечности, и если предел f равен некоторому числу а конечному на бесконечности, то тогда функция ограничена. Вот у нас был такой номер, мы его доказали, да? То есть, соответственно, мы говорим, что, ну, вот разобьем на два отрезка, от нуля до одного, от одного до плюс бесконечности. На отрезке от одного до плюс бесконечности, поскольку предел, мы найдем, что существует, по этому утверждению она ограничена. А на отрезке от нуля до единицы она ограничена, почему? Потому что она на этом отрезке непрерывна, ну, и по теореме Вирштрасса, значит, что ограничена. Вот, то он ясен, давайте его реализуем. Нам нужно прежде всего проверить, что предел есть здесь. Покажем, что f' ограничено на множестве e. Первый пункт. рассмотрим множество e1, равное от нуля до одного. Заметим, что предел f' при x, стремящемся к нулю, чему равен? Ну, логарифм разложим, будет x квадрат на x плюс 2x в степени 3 вторых делить на 1. Все это дело равно нулю. Вот, ну, значит, мы можем ее так по непрерывности продолжить до нуля, что функция f' следовательно определим f' от нуля равное нулю и таким образом функция f' от x будет непрерывно на 0,1. Следовательно, ограничено. Ну, и следовательно, в частности, она на e1 тоже ограничена. Значит, еще раз, доказали, что предел равен нулю. Сказали, доопределим ее в точке 0 таким образом, предел равен нулю, да, доопределим ее в точке 0 таким образом, чтобы она, производная ее, была непрерывной. Дальше мы говорим, так, производная непрерывна на отрезке 0,1. Значит, по теореме Верштрасса она ограничена. Ну, все, значит, наша производная ограничена на множестве e1. А потому, что у нас функция вообще не определена в точке 0. Если она не определена в точке 0, мы можем с ней вообще что угодно делать в этой точке. То есть от того, что мы ее доопределим в точке 0 каким-то значением, у нас же она не станет другой на нашем множестве. Не станет. Нам просто вот так удобно ее доопределить, что это нам поможет в доказательстве. Вот. Хорошо. Пункт 2. Рассмотрим e2 от 1 до плюс бесконечности. Ну, на этом множестве заметим, что предел f' на плюс бесконечности чему равен? Ну, ежику понятно, что опять же 0, да, тут степени 3 вторых на x квадрат, тут логарифм на корень з равен нулю и f' непрерывно на e2. Следовательно, f' ограничено на e2. Ну и, собственно, из пунктов 1 и 2 мы можем сделать вывод, что f' ограничено на e1 объединить e2. Следовательно, f равномерно непрерывно на нашем множестве e по утверждению 3. чтд. Вот, то есть мы сказали, что на e2 она производная ограничена. Почему? Потому что в силу этого утверждения нашего из dv. И потом мы говорим, что на их объединении функция будет равномерно непрерывной, поскольку f' ограничена. То есть вначале первые два пункта посвящены тому, чтобы доказать, что f' ограничена, а потом мы говорим по утверждению 3, если f' ограничена, значит сама f равномерно непрерывно. Понятно? Понятно. Вопросы? Че, нет вопросов? Точно? Ну ладно. Хорошо. Давайте сотрем. Можно вопрос? Да. Почему в эти его производства негурально туда кинь? Ну, смотри, логарифм на корень это ноль. Ну, потому что логарифм растет медленнее корня. Ну, если не веришь, то по лопиталю, да? То есть эта штука ноль, а тут у нас что? x в степени 3 вторых на x квадрат. Это тоже ноль. Ну, методичка Кожевникова есть, например, на сайте кафедры высшей математики учебные материалы, учебно-методические посуды. Так, ну, последнее утверждение. Утверждение 4. Пусть f дифференцируемо на множестве e от a до плюс бесконечности предел f' равен бесконечности. тогда f не равномерно непрерывно на e. Ну, в общем, логично. Если функция растет очень быстро, значит, она не равномерно непрерывно. Ну, и пример. возьмем функцию f от x равную x квадрат арктангенс x. Вот. Доказать, что она неравномерно непрерывно неравномерно непрерывно на множестве e от нуля до плюс бесконечности. Ну, берем производную 2x арктангенс x. Так, сейчас, ладно, давайте замедлимся немножко все-таки. То есть, значит, еще раз, есть утверждение, да, если предел f' равен бесконечности, то она неравномерно непрерывно. задача исследовать функцию на равномерную непрерывность на множестве от нуля до плюс бесконечности. Возьмем производную 2x арктангенс x плюс x квадрат на 1 плюс x квадрат. к чему оно стремится на бесконечности. Арктангенс стремится к π пополаму, да, x стремится к бесконечности, эта штука стремится к одному. Ну, значит, все это дело стремится к плюс бесконечности. При x стремящемся к плюс бесконечности. Ну, вот и все. Следовательно, f не равномерно непрерывно по утверждению 4. Ну, вот, вот у нас вот таким образом получилась выжимка из утверждений, которые нам помогают решать большинство задач на равномерную непрерывность. Ну, если там нету чего-то совсем извращенского. Хорошо. Теперь давайте подведем итог, чтобы у нас как бы в голове сложился пазл. Что делать, если мы хотим доказывать, что неравномерно непрерывно, и что делать, если хотим доказать, что равномерно непрерывно. То есть прям алгоритм, значит, что когда юзаем. Итак, да, нет. Как доказываем равномерную непрерывность? Ну, во-первых, по определению. Отсутствие равномерной непрерывности тоже доказываем по определению. Оно и там, и там. Дальше. Равномерную непрерывность можно доказать с помощью теоремы Kantor. А отсутствие равномерной непрерывности можно доказать с помощью необходимого То, что равномерно непрерывно, следовательно, непрерывно. То есть, чтобы доказать, что функция неравномерно непрерывно, достаточно показать, что она не непрерывно. Помним это утверждение, да? Скобочка, то есть, показать, что f не непрерывно. Дальше. Дельта, равная максимуму или минимуму, минимуму из дельта 1, дельта 2 и единицы. Вот, то есть, собственно, вот этот алгоритм склейки двух множеств. Так, ну, тут аналога никакого нет. Четвертое. Утверждение 1, 2, 3. Мы используем для доказательства равномерной непрерывности. Утверждение 1 — это интервал, там, где пределы есть на концах. Утверждение 2 — это то же самое, но плюс бесконечности. Если существует предел на бесконечности, и функция непрерывна на интервале, то все хорошо, на момент непрерывны. Утверждение 3 — это внешняя производная. А тут будет утверждение 1 и 4. 1 и 4. 1, я уже говорил, 4 — это то, что предел производной равен бесконечности. Собственно, ну, давайте подчеркнем то, что нам... Ну, давайте заметим, что вряд ли мы будем доказывать по определению все-таки равномерную непрерывность. Давайте его зачеркнем. Ну, может быть, будем, да, но с меньшей вероятностью. Я к этому. Ну, насчет утверждения 1 я, конечно, не уверен, но ладно, может понадобится. Но в целом вот, вот такая у нас получилась табличка, как итог, как исследовать на равномерную непрерывность. То есть пачка утверждений, определение, в случае нет последовательности, да, xn, в случае да, еще добавляется теорема Кантера и вот склейка двух интервальчиков. На одном одним способом доказали, на другом другим равномерную непрерывность. Вот, вопросы? Ну, пункт 2 в случае нет. Смотри, у нас есть утверждение, что равномерно непрерывное пункт является непрерывным на произвольном множестве. Значит, если мы доказываем, что она не непрерывная, то она не будет равномерно непрерывной. Вот, то есть, например, сигнум не является равномерно непрерывной на, там, минус 1 на 1. Вот, все. Всем спасибо. 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 Спасибо.